В городе Полевском с символическим перерезанием красной ленты завершилась трехлетняя работа по благоустройству центральной улицы северной части города, улицы Коммунистической. Никогда не вкладывая идеологический смысл в это название, полевчане дали этой улице свое прозвище – Новая Коммунка. И именно с таким названием три года назад этот проект благоустройства победил во всероссийском конкурсе проектов формирования городской комфортной среды среди малых городов и исторических поселений. Что гарантировало Полевскому софинансирование работ со стороны федерального и областного бюджетов. Комфортная городская среда – это тот национальный проект, который был инициирован лично нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что это национальный проект, который получил наибольший отклик от жителей не только Среднего Урала, но и в целом нашей страны. Потому что в каждом городе сделано минимум по два-три проекта. Что касается конкретно этого объекта, он дался непросто. Он дался непросто и министерству, и администрации, и строителям. Потому что необходимо было совместить и замену сетей, которые здесь проходят, и благоустройство. Мне очень приятно, что удалось сделать все в те сроки, которые были установлены, и с качеством, которое вызывает уважение. Именно замена проложенных еще в 60-е годы прошлого века инженерных сетей удлинила сроки благоустройства этой территории и потребовала вырубки всех прежних зеленых наслаждений. Теперь на смену старым тополям и лиственницам здесь высажены горные сосны, липы, рябина, яблоня и бузина. Мне все нравится, действительно видна работа, то есть город стал выглядеть лучше. Пока еще уюта не увидели, но вот пройдемся, прогуляемся. Кое-что где-то сами потрогаем, пощупаем свои руками, там будет видно, понравится. Но так хорошо, очень уютно. Деревья, конечно, еще пока маленькие такие, зелени очень маловато, но ничего, все-то направится. Именно в новой коммунке появились первые в Полевском велосипедные дорожки. Жители города еще не привыкли к этому новшеству, потому в основном ходят по ним пешком. Ну, со временем, возможно, уступят место велосипедистам. Тем более, что для пеших людей здесь выложен целый бульвар. А часть дорожек, не предусмотренных проектом, появилась уже в процессе строительства. Как люди начали эксплуатировать улицу, конечно, появилась необходимость дополнительных дорожек, так как людям напрямую нужно пройти, допустим, к остановке, к магазину. Мы пошли на это, заасфальтировали, где-то выложили плитку. Архитектурной особенностью новой коммунки стали новые скамьи в виде волн реки Чусовой, давшей начало Северскому заводу, макет махового, или, как говорят на Урале, махового колеса, старинного заводского механизма, уличные диваны в виде барок, на которых сплавлялся первый выплавленный на Урале металл. История города нашла свое отражение и на пяти фасадах домов, получивших великолепные муралы. Эти уличные картины стали уже подарком от градообразующего предприятия Северского трубного завода. Мы чувствуем поддержку с регионального правительства, ресурсы и методическая поддержка. Градообразующие предприятия Северский трубный завод всегда подставляют плечо в любых проектах. Поэтому нам оставалось только делать свою работу, делать ее качественно, и все получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!